МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это время арт. Здравствуйте. Эдгарден сказал, что опера – это когда человеку в спину вонзают кинжал, а он вместо того, чтобы истекать кровью, поет. Как же чувствуют себя оперные певцы в этом виде музыкального искусства? Поговорим сегодня с моим гостем. Это известный тенор, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Аюшеев. Чингис, очень приятно вас видеть в нашей студии. Вы пришли именно к классическому вокалу, так сложилась у вас жизнь. На ваш взгляд, а научиться этому могут какие-то избранные только люди? И что для этого нужно? В общем, педагог Лены, которую я знаю, она говорит, что у всех есть голос. У всех можно как-то поставить. У нас говорится, поставить голос. Я считаю, что от природы все равно должно быть задаток. Бывает так, что у человека от природы голос очень хороший. Но внутренний слух, по-нашему, это внутренний слух. Он, например, не очень сильно развит. Им будет очень сложно научиться петь. А у кого есть и внутренний слух, и голос от природы, тем, конечно, легче. Это колоссальный труд. Даже мы, когда я вообще, как бы, деревенский парень, когда я туда приезжаю, вот ребята, когда мои одноклассники говорят, «О, что ты, спел какую-то песню, деньги заработал». Говорят, вы не понимаете, это какой колоссальный труд. Это даже труд мозгов, чтобы контролировать все полностью, это дыхание, куда направить, как правильно фокусировать, там, какой громкости или тише дать, вот это. Ну, для постановки, конечно, у тенора самый сложный голос. Почему? Потому что в природе вот таких высоких нот, которые берут тенора, не существует. Это, ну, искусственно. Если у женщин сразу эти голоса есть, то у мужчин нету. Это надо искусственно, как бы, ну, технически выправлять, делать. И потом идет уже мэйц-сопрано, чтобы поставить голос правильно, по сложности. Чингис, а если можно, конечно, продемонстрировать эти высокие ноты? У нас не будут зашкаливать микрофоны, я надеюсь, будут зашкаливать. Хорошо, пускай они зашкаливают, если можно. Конечно, если это вам будет удобно. Давайте просто тогда я просто какое-нибудь что-нибудь исполню. Вот народный наш, мое. Это бурятская песня, да? Называется «Хани Нухат» – это «Мои дорогие друзья». Ну, я говорю, что переведите, как это называется. Я говорю, что «Мои сердечные друзья». Это очень-очень близкие друзья, которых, можно сказать, единицы, да? Им посвящена песня. Называется «Хани Нухатни». Ханни Нухатни Хузудулдед Хантал халхазолтел деда Зандавуракшатегул хедед Залунанда цоктел деда Ханни Нухатни Мальгын дула хэнглэ Ханни Нухатни Музурхэн халу хэнглэ Ханни Нухатни Мюдэн харул хэнглэ Харгынь хэзэ шарю хэнглэ Можно сказать только браво. Спасибо. Спасибо большое вам. Благодарю вас. Нечасто мы слышим таких исполнителей, которых знают... Тем более в бурятском языке. Тем более на бурятском языке. Тем более на бурятском. Наиболее сложный, богатый жанр музыкальной опера. На ваш взгляд, опера сегодня востребована, может быть, в той мере, в которой вам бы хотелось? Нет. Это раньше, конечно, было лучше. Даже у нас, в Бурятий театр, у Лангденский театр, когда в 80-е годы проводил как-то юбилейный год. И как бы после всех спектаклей, которые там провели, этот театр называли Милан-Удэнский театр. И так посмотреть, в каждом, даже в каждом городе, в каждом регионе были очень-очень сильные голоса. А музыканты вообще очень-очень были хорошие. И все работали, конечно, любили это дело. Сейчас тенденция поменялась. Больше зарабатывание денег. Это всегда... Я считаю, что Богом дано, нельзя это разменивать на мелочи, на деньги. Если наденьгами уже... Не зря же, когда про деньги, даже сны снятся, не очень приятные вещи. Нехорошие. Да, да. Это энергия, денег. Я считаю, что вот как будто закрывается что-то. Уже Бог не может достучаться до конца. Вот это и есть. Потому что любую запись вы возьмете, даже западных певцов, наших певцов, на голову вышепели. Конечно, была еще преемственность, которой сейчас нет. Потому что наши старики, плеяда, певцов, они должны учить дальше молодежь. А такого сейчас нет. Просто их убирают. Молодежь не хочет учиться? Ну, хотела бы. Но у кого? Или все их убирают? А если мы говорим про слушателей, почему молодежь не так активно желает ходить? А, в театры? Да, например. Тенденции времени. Компьютеры, да. Техника. Раньше же больше читали даже книги. Например, в каждом доме были библиотеки книг. Сейчас такого же нет. Но это не есть хорошо? Конечно, нет. Все равно я поэтому не сильно увлекаюсь интернетом. Очень редко. У меня ни в фейсбуке, ничего такого нет. Я, может быть, я говорю, я слишком поздно родился. Не в своем времени. Кто-то говорит, что, к примеру, я не понимаю оперу, поэтому я не хожу. Как здесь быть? Это уже вопрос самообразования? Нет, значит, артист не до конца посылает, что надо, в зрительный зал. То есть это был какой-то неудачный пример, значит? Да. Очень много так бывает, что, например, человек поет, а слово непонятно. Народ почему не ходит? Качество ухудшилось из-за этого. Или оркестр очень громко играет, например, солистов не слышно. Или там поет некачественно, или там слово непонятно. Все же от этого зависит. Тем более наши российские или советские театры очень большие. И акустически очень сложные, чем в европейских театрах. У них все равно любой итальянский театр, если вы придете, там так сделано, что для вокалистов очень удобно петь. И все слова понятны. А у нас огромные такие театры, да, я вот в Новосибирске пою, это как стадион. Ты смотришь, и даже говорили, что вот КамАЗ с прицепом может проехать по заднику сцены. Развернуться, уехать. Вот такие огромные залы. И что, получается, микрофон используют? Нет. Нет. Вот поэтому хотела спросить я, микрофон – это друг или враг вокальной культуры, в принципе? Ну, я, что касается особенно оперных культур. Микрофон все равно, как бы, он какие-то частоты убирает. Искажается все равно, да, голос? Искажается, да. Это все равно надо живем слушать. Ну, сейчас, конечно, техника дошла до этого, что уже эти частоты тоже берет. Ну, это очень дорогие микрофоны. Бывают, конечно, или называются лягушки, вот так ставятся, вот так по периметру, ну, впереди сцены, на новом сцене. Вот эти, как бы, лягушки ловят. Есть. Но все равно уже, как бы, эффект будет другой, чем акустически правильным, на правильной сцене, правильный театр акустический. Там будет, эти обертоны украшаются этими, ну, всей акустикой. А микрофон, он же не украшает, он просто посылает, чисто такой звук, более прямой, прямолинейный. А нет украшений. Кстати, а ваша любимая роль на сцене? Какая постановка? Любимая роль. Ну, и, конечно, мне очень хочется петь, спеть Германа, но это не мой, ну, моего голоса не хватит для этой партии. Там музыка, конечно, колоссальная, это Чайковский. А сейчас, который мне очень нравится, это Богема и Лючия Даницветия, Лючия Делимирмуж. Эдгарда, партия Эдгарда. Чингис, вы исполнили партию Гамлета в мировой премьере оперы Кобекина. Кобекина, да. Гамлет, датский, российская комедия. Что это было для вас? Ну, насколько я понимаю, любой артист мечтает сыграть Гамлета. Вы исполнили это предел мечтания? Нет. Сейчас, не знаю, почему вот такое время наступило, что вот как Чайковский, или Бородина, или Рахманина, или Пучин и Верди, вот таких композиторов нету почему-то. Очень сложно современные сейчас вещи петь. Это просто антимузыкальные, ну, очень часто так бывает, что очень сложно. А на каком языке вам больше всего нравится петь? На бурятском, я поняла, да, нравится. На бурятском очень сложно. У нас же очень много диалектов в нашем языке. И каждый район свой диалект. Мы даже друг друга не понимаем же. Если мы в Ланду приходим, мы разговариваем на русском языке. Поэтому в бурятском языке мне иногда сложнее петь, чем на русском. Мне очень нравится на украинском языке петь. Он мелодичный язык? Мелодичный, очень яркий. Яркий язык, близкий, что ли, вот такое. А итальянское? Итальянское, конечно, это... Родина оперы, да. Родина вокала, можно сказать. Это мы обязаны петь. Ну, мы обязаны сейчас петь на всех языках. На французском, на немецком. А школы сильно отличаются? Вот русская школа и европейская, я имею в виду, даже итальянская. Когда вы приезжаете? Это раньше было вот такое. Разделение, да? Не разделение. Вот в России мы же никуда же не выезжали тогда. Была своя школа. Но изначально все равно учителя приезжали из Италии. Итальянская школа просто переведенная на русский язык, можно так сказать. Но все-таки можно понять, если в Италию приехал в опере задействован русский исполнитель, понять, что он поет на итальянском, в постановке принимает участие, но сказать, ну, это видно, что это русский исполнитель. Конечно. Это понятно? Да. Да, это понятно. Это акцентом. Итальянцы по-другому. То есть как бы не стараться. Итальянцы по-другому. А мы-то, для нас чужой язык. Все равно. Если мы даже будем знать этот язык, любой итальянец придет, скажет, это другой, даже если будет на итальянца похож. Но если из России, или из Белоруссии, из Украины, все равно он будет понимать. Что для вас вокал? Пока вокал для меня – это мой хлеб насущенный. Ну, без него тоже как бы не сможешь. Это если ты начал заниматься вокалом, это как наркотик. Если у тебя тем более начал получаться, любого вокалиста такого спросите, он так скажет. Спасибо большое. Благодарю вас за беседу. Об оперном искусстве, об академическом вокале мы говорили с известным тенором, заслуженным артистом Республики Бурятия, Чингисом Аюшеевым. Здравствуйте. В эфире «Время арт». Каждый из нас, наверное, слышал и не раз простую истину. Смотрись, как в зеркало другого человека, и ты немало о себе узнаешь, особенно если этот человек в беде. Как помочь кому-то? Что такое благотворительность? Сегодня у нас в гостях руководитель благотворительной организации «Тобея» Павел Тимофеевич Бродов. Павел Тимофеевич, благотворительность как таковая, это что такое? Просто творить благо, кому-то помогать. Сегодня как это воспринимается, кто это делает? – Слово благотворительность, оно вышло, я так думаю, вышло оно не из каких-то политических партий и других это течение. Оно как-то ближе к христианству, ближе к церкви. – К душе человеческой. – К душе человеческой, да. Там оно часто об этом говорится, об этом часто упоминается. И, допустим, эти люди чувствуют, что доброе благо, доброе дело, оно исходит где-то с неба, не с-под земли. И видим, как вот заметили, наверное, все заметили, что все бедные люди, нищие, просящие, сидят у церквей, у ворот церкви. А туда идут люди небогатые. Вот в казино я смотрел, наблюдал, никогда не видел, что у казино, в ресторане, у ворот, у дверей сидел, бедный человек просил. Хотя люди тут идут богатые. – Состоятельные, да. – С хорошими кошельками. Но почему-то кошельки большие, сердца бедные. Люди, которые идут в церковь, кошельки малые, сердца богаче. И поэтому вот эта добродетель и благотворительность, она диктует христианские принципы жизни, библейские принципы, религиозные принципы, чтобы люди были добрые друг к другу. Или в одном слове Христос сказал, возлюби ближнего, как самого себя. – Ну, вообще, до этого нужно дорасти или нет? А один человек, чего больше в человеке? Эгоизма или альтруизма? До помощи другому нужно дорасти внутренне? Или человек, как таковой, допустим, рождается или растет, среда его делает? – Я думаю, в какой-то мере есть в природе, как народ говорит, в крови, в крови у него есть, это задаток этот, его надо развить. В крови есть и преступление человека. Если дед сидел в тюрьме, то смотри за внуком. И так далее. И если добродетельный человек был, благочинный, был пристойный человек, жили родители, возможно, очень даже возможно, у детей это тоже будет в крови. Но тут надо очень много развивать. Развивать нужно в ребенке вот этот принцип доброты. И это удается. Это если делать добро, я специально даже иногда шел с сыном, я ему давал, шел с сыном мимо бедного человека и ложил ему денежку. А потом в третий раз шел с сыном и дал ему трое копейки. И он смотрел, он же сам положил. Я ему сказал, что это больной человек, вот такой неудачный, жизнь сложилась, я ему дал копеечку. Я смотрю, мой сын повторил то, что я сделал. И если бы, я думаю, если бы сегодня богатые люди есть у нас в городе, если бы они брали с собой сыновей своих и делали доброе дело, пускай дома инвалида, какому-то инвалиду, может, купил какую коляску, может быть, что-то сделал доброе, каким-то людям бедным. И отец это делал на виде, ввиду сына или дочери, это было бы большое дело. Он бы помнил, что папа когда-то делал. В голове осталось бы. А вот если того, о чем вы говорите, не было в семье, допустим, а был вот тот минус, тот негатив, который был, ну там, как вы и сказали, может ли, то есть что должен человек сделать, допустим, чтобы этот негатив вынести за скобки и поднять себя до уровня помощи другого, допустим? Это сильная работа внутренняя. Это очень большая работа. Знаете, вообще по природе человек, он, смотрите, ребеночек рождается, игрушку никогда не отдаст. Она тянет на себя. Да, тянет к себе. Никто не учил. Да, но тянет к себе. К себе тянет. А вот попробуй научишь его другому. Это очень сложно. Это учить надо. Это надо этому научить. Поэтому в человеке изначально вот это сидит, такое себя любие, ко мне. А для того, чтобы другому, надо научить, показать, убедить. И в этом, мне кажется, задача и наша, и школы, и общество наше. Ну, к сожалению, видите, как мы говорили, что телевидение показывает блестящую, красивую жизнь. Завидовать очень легко. Хочется там жить. Хочется там жить. И как этого достичь надо, как-то достичь. Правды и неправды достичь. И поэтому вот эти вопросы, они прививаются. И они, как и то могут привиться, и то могут привиться. Я в своей жизни много раз пытался... Вот приходит человек с тюрьмы. Много у него, как он, отходок много. Я его побрил, подстриг, одел ему костюм. Привел в порядок вообще. Коша на пальто одел. Он пошел к унируаму, походил немножко. Проходит, дней через пять опять то же самое. Все тоже, все ушло. Я понял, что если бы я прищелкнул наручником к себе и ходил с ним, вместе кушал, вместе пел, вместе молился, вместе посещали труд какой-то, работали, я бы его направил. Он бы поднялся быстрее, да? А так он остался на... Все, я отпустил. Я пытался некоторых таких, но потом все равно приходится как-то опеку снимать, потому что другие вопросы много и так далее. И мало число людей, которые я сумел поставить на ноги. То есть самому человеку очень сложно. Очень сложно. А вот бывали ли примеры по опыту вашей работы, когда люди начинали помогать другим из зависти? Зависть – это вообще библейская вещь. Каин, Кавелю, вот эта вот история, она же из зависти началась, так ведь? Да. А сделать кому-то хорошо из зависти, потому что вот кто-то благотворительностью занимается. Вот это растет человек сам, даже если он так поступает или нет? Вы знаете... Или тут корысть уже гордина? Здесь корысть. И вообще, сделать доброе дело, некоторые так... Вот здесь, вот в этой книге есть такие слова. Есть такие слова. Благотворяющий бедному дает взаймы Господу. Как будто ты Богу занял, богатому человеку занял. Это неплохо, занять Богом человеку. Он потом тебе отдаст. И некоторые люди, совершая вот такой труд благотворительный, рассчитывают, что Бог мне должен отдать. Должен. А тут уже корысть. А тут не надо ждать. Ты просто делай доброе дело, не жди. И Бог тебе не оставит. Но только ты от Бога не жди, что ты мне, я тебе. Поэтому это говорит о том, что у тебя вообще сердце должно быть новое. Хорошее, доброе сердце. Внутреннее сердце должно быть хорошее. Ты просто делаешь добро, потому что ты хороший человек. А Творец, видя, что ты такой хороший, он тебе создаст условия, и ты возьмешь обратно. В здоровье, в успехе, в труде. В семейных делах. В семейных делах. В отношении детей. Да. Есть такое слово. У тебя будет благословение. У тебя будет благословение. Только ты делай от сердца. Но почему, Павел Тимофеевич, почему люди, скажем так, в хорошем достатке, другим помогают реже, чем те, у которых есть то, что есть. Это еще и по военному опыту мы знаем. Уж белорусы-то хорошо знают. И послевоенный опыт. Но почему так? Бедные люди были добрее. Я вам скажу, что... Это что, душа растет у бедного? Не зависит. Смотрите, вот насколько мы поднялись высокотехнически. Материально-технически. А технически как поднялись? Оружие какое? Сложное оружие. А сложное оружие стало массовое уничтожение. И в то же время мы не победили зло. Мы не научились много любить. И оно стало меньше? Да. Оружие поднялось. А Каин убил Авеля. Позавидывал уже. Какой-то там... Главней с огня. Убил Каин Авеля. Сегодня оружие высокое. Технически настолько поднялись. А сердце осталось у нас сегодня то. Старое сердце, которое убивало. Поэтому сегодня, подымая технику, подымая все, надо подымать и духовное состояние человека. Чтобы мы не были Каином, прошлым, которым мы остались. Поэтому мы не за то, чтобы много жертвовал. Главное, чтобы в человеке внутри это была доброта. Во всем городе, в производстве, в семье. От этого и общество наше будет добрее. Вообще, доброе дело, я хочу сказать. Доброе дело – это подвиг. Это сделать доброе дело. Через себя иногда переступить надо, да? И отдать. И потом, жертва – это та, когда немножко отрываешь от себя. Конечно. Когда лишнее – это не жертва. А если от себя отрываешь, это другое. Чуть-чуть, да. Отломал кусочек хлеба – отдал другому. Раздели с голодным хлебом. Раздели – это будет жертва. Вот через христианские ценности, вот я наиболее успешный такой труд в деле благотворительности и учебы. Наиболее такая приемлемая дорога и к самому себе, и к помощи другому, да? Да, да. Ну вот… Как помочь себе и другому, мы говорили сегодня с Павлом Тимофеевичем Бродовым, руководителем организации, благотворителем организации «Табея». «Табея», да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова